Добрый день, зрители канала Дачные Секретики! Меня зовут Елена, и сегодняшнее видео я хотела бы посвятить теплым грядкам. Конечно, в идеале делать теплую грядку лучше с бортами, но это очень трудоемкий процесс. Поэтому мы решили сделать более упрощённый вариант, более быстрый вариант. Так, хотелось бы в двух словах обозначить разницу между тёплыми и высокими грядками. Дело в том, что высокая грядка делается просто насыпь земли в тех случаях, когда у вас очень высоко грунтовые воды. Для того, чтобы было удобней обрабатывать и чтобы отходили лишние воды с грядки. Тёплая грядка – это когда под слой земли вы прокладываете ветки, органику, листву для гниения. Почему и называется тёплая грядка. Чтобы всё это гниение дало возможность земле прогреться. Тёплая грядка, она может быть высокой, то есть вы её можете делать на земле, и она будет выше уровня земли. И она может быть невысокой, когда вы выкапываете траншею, закладываете туда всю органику и присыпаете землёй. И она будет, ну, практически, может, чуть-чуть выше уровня земли. Для нас это первый опыт. Мы никогда не занимались тёплыми грядками, но в этом году решили сделать. Я длительное время изучала эту тему. С осени мы подготовили грядку. Выкопали траншею где-то метров шесть длины и шириной метр двадцать, метр пятьдесят. Глубиной траншеи сантиметров сорок-пятьдесят. Уложили на дно траншеи первый слой крупные ветки. Это обрезанный виноград. Это я обрезала паричку. Красную смородину и смородину чёрную. Мы обрезали кусты ёшты. Это всё у нас пойдёт на тёплую грядку. В одном из комментариев нас спрашивали, что сделать с ветками, если нет измельчителя. Так вот вам ответ, что можно использовать ветки для изготовления тёплых грядок. На дно укладываются более крупные ветки. В тёплую грядку можно бросать всё. И бумагу старую, картон. Какие-то даже тряпки, рваные носки, перчатки. Ну, естественно, нельзя туда бросать клеёнки. Всё, что может сгнить. Очень хорошо использовать в такие тёплые грядки гниющие ветки, гниющие пеньки, кору дерева. Мы у себя на участке понаходили такой пенёк, уже наполовину сгнивший. Вот ещё один. Вот здесь же кора дерева. Хотим всё это туда использовать. Дальше листва или мелкие ветки. И пошла дальше органика. Только не забывайте, если вы сюда скидываете много гнилых яблок, они будут закислять почву. Поэтому лучше добавить золы. Всё это усыпали слоем земли, сантиметров 25-30. Всю землю, которую мы выкопали, мы обратно будем возвращать на нашу грядочку. Вот и закончили осеннюю подготовку тёплой грядки. И продолжим уже весной. Вот такой получился бугорок. Он за зиму немного просядет. Для того, чтобы был лучше процесс гниения в тёплой грядке, всю эту органику и ветки лучше пролить настоем перепревшего навоза, либо используют раствор байкал. Тогда тепло выделяется больше, и процесс начинается быстрее. Процесс гниения начинается быстрее. 15-17 апреля я посеяла на ней разные культуры. Ну, поскольку это первый раз у нас, я решила поэкспериментировать. Я посеяла горох, шпинат, салат, а также морковь и укроп. Первое время, наверное, неделю, дней 10, она у меня была накрыта агроволокном. Почему? Потому что ночи ещё были холодные достаточно. Днём воздух прогревался до 15-17 градусов, а ночью он достигал плюс 2. Поэтому, чтобы растения и семена не пропали, я их накрывала. Ну, естественно, требуется полив, уход, рыхление, как и у обычных грядок. Тёплая грядочка, растёт горох, шпинат, салат, морковка и укропчик. Сегодня 7 июня. Хочу показать, какая тёплая грядка. Как вырос шпинат, салат, морковка и укроп. Вот такая грядка. А спереди горошек зелёный. А на тёплой грядке уже цветёт горох. Вот такие у нас цветочки. И завязываются, уже формируются трючки. На этом месте у меня рос шпинат. И я несколько штучек оставила, чтобы собрать семена. И на этом месте посеяла рукулу. Она уже взошла. Чтобы без остановки. Одно отошло, другое будем кушать. Это салат. Он тоже уже перерастает и идёт в цвет. Поэтому надо быстренько тоже его срывать, кушать. Может быть, ещё что-то посеять. Это морковь. И укропчик. Плюсы и минусы тёплой грядки. В идеале тёплую грядку делают ограниченную. Набивают доски. И тогда грядка получается более красивая, чёткая, ровная размером. В чём минус такой грядки? То, что если вы делаете её из досок, то доски со временем начинают гнить, портиться. И их всё равно нужно будет менять. В таком случае лучший вариант – это делать грядку из плоского шифера. Ну, это то, что я подметила. Высокая тёплая грядка. Она как быстрее прогревается, так и быстрее сохнет. То есть нужен постоянный полив. Мой вывод, что лучше провести капельный полив на такую грядку, делать её уже стационарную. Тёплая грядка нравится не только растениям, которые вы садите на них, но и любой живности. В первую очередь в этой грядке заводятся мыши, кроты, медведки, муравьи. А также высокая грядка, как и на моём примере, очень понравилась котам, собакам, которые приходили, лежали на этой грядке и использовали её как туалет. Также минус в сложности изготовления этих грядок. Нужно заранее подготовить материал, приобрести его. Заранее приготовить чернозём, либо купить машину там чернозёма. То есть это тоже сложность для многих людей. Кто готов решать такие проблемы, для того вопрос тёплой грядки может быть открыт. Кто не готов, ну что ж, тогда это не ваш вариант. Ну и теперь хотелось бы озвучить плюсы тёплой грядки. Естественно, это то, что грядка ровненькая, красивая, ограниченная, и вокруг неё можно ходить. Это будет красивое пространство, где вы будете заниматься огородом. Нет необходимости перепахивать весь огород, убирать бурьяны, сапать очень большую площадь. Вы утилизируете ненужные ветки, листву, траву, которая собралась у вас за какой-то период. Эта грядка рано весной уже прогретая, и в неё можно сеять ранние какие-то растения, такие как там укроп, морковь, горох, да, как сделала я, различные салаты, шпинаты. Плюс тёплой грядки ещё в том, что гниение листвы, органики даёт удобрение нашим растениям. Ну и самое последнее, это лозунг «Лучше меньше, да лучше». Будет большая экономия семян и рассады. Почему? Потому что у вас с одного растения или с одного семечки вырастут более крупные плоды, что принесёт вам большое удовольствие. Лучше съесть одну крупную красивую морковку, чем иметь 10, но маленьких, тоненьких червивых. Поэтому советую всем использовать тёплые грядки. Ну а мы в дальнейшем улучшим, реконструируем свои грядки и будем уже стараться сделать стационарные, ну, по мере возможности, по наличию материалов. Я надеюсь, что я много рассказала о тёплых грядках, и это видео было для многих очень полезным. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем снимать всё новые и новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!